Дорогие друзья, рада вас приветствовать на трансляции. Продолжаем смотреть за противостоянием групповой стадии International под номером 8. Для вас работает друг и со мной ArtsArt. Привет, Сергей. Всем привет, всем привет. Доброго времени суток, как говорит у нас наш общий коллега. Ну что, классный матч у нас предстоит. Ньюби сегодня уже играли, обыграли команду TNC. Пейнные только-только как раз вступают у нас в единоборство. У них первый матч, у них сегодня, по-моему, только один матч, они будут играть, а завтра аж целых три. Да-да-да, команда последняя стартует, по сути. Ну, вообще матчи, правда, интереснее, интереснее, чем команда. Пейн, я думаю, безусловно, выступает аутсайдером. Так или иначе, регион не самый сильный, и мало кто на Южную Америку надеется и возлагает большие надежды. Поэтому, ну, тем, тем, наверное, интереснее будет доказывать этой команде, что они что-то могут. И соперник на старте, ну, не самый простой, все-таки это топ-2 прошлого энта. Пускай команда немного сдает свои позиции, но сбрасывать Ньюби со счетов точно не стоит. Хотя, да, бытует мнение, что Ньюби, ну, не те, которые приехали на прошлый International, не в той форме пребывают. Ну, как раз, после окончания сезона было два месяца, на котором можно было хорошо потренироваться. Тренер, тренера, не забываем про тренер команды Ньюби, тот самый Саншенк. Вот, но и у Пейнов тоже как раз появился очень хороший тренер, это Мизери, капитан, вот, вице-чемпион International, поэтому этот парень, он умеет преподносить что-то новое, умеет делать стратегии какие-то определенные под каждый им коллектив. Хотя есть одно дно, то, что у Пейнов у них плюс-минус такой же плейстайл, как у команды ТНС. Вот, Ньюби сегодня разобрались с ТНС, и вполне возможно, что против Пейнов будет им так же легко. А может быть и нет, может быть, как раз такие Пейны серьезно будут готовиться, как раз сегодня видели уже игру Ньюби к ним. Да, должны, но в целом интересно будет наблюдать за данным коллективом, за их проходом по групповой стадии. Хочется верить, что команда действительно доберется до стадии плей-офф, и у нас и география будет широкая в плей-офф, да и в целом игровые стили будут разные. Давай, наверное, коротко по драфтам, по пикам поговорим. Я смотрю, Пейн со старта банят Виспа. Это за последний год, и в частности за последние полгода, вот я просматривал статистику, самый часто убираемый персонаж от команды Пейна. Они не играют против Виспа в принципе, банят его, по-моему, там 41 раз они банили за последние 6 месяцев этого персонажа. Просто ненавидят его, не хотят играть против него. А так в целом, Рейс Кинг и Некрофос, это уже веяние современной меты, и то, что видели по ингейминг, это, в общем-то, не самый популярный бан от данной команды. Тенденция в Виспа из-за того, что очень много героев таких балансов пришло после патча. Как раз вот Некрофос появился, с которым бан уходит, и Трейп Кинг тоже популярный стал, Сайленс, Ретини, Кристал Мейден, да, который тоже на первой стадии забирает, поэтому Висп частенько, да, вот он здесь в бане, но мы его уже очень часто видели на первую стадию драфта от многих команд, и отдают даже самым сильным командам. И Ликвиды сегодня с ним играли, и LGD сегодня с ним играли, и, по-моему, нет, ВП не играли с ним, но все равно этот герой отдается, этот герой не так часто уже в бане сидит. Ты на четвере спада говоришь? Да-да-да, действительно, герой потерял немного популярность в своей позиции. Я смотрю Vengeful Spirit уже не первый раз, команды не стесняются открываться этим персонажем. Сурсы понятно? Винга, Инча, вот эти персонажи на первую стадию уходят. Визаж, респект бан от Ньюби, но это понятное дело, что Ньюби будет играть против Вихи. Виха — это мастерский визаж, поэтому этот герой шел в бан у нас точно. Знаешь, я вообще ожидал на самом деле от Пейн открытие через Виндрейнджер. Они показали на саммите и на предыдущих турнирах, что они очень часто берут себе Виндрейнджер на первый пик, и вариативность у персонажа есть, либо Виха забирает ее в центральную линию, и такой абсолютно индивидуальный стиль у него игры на Верке в центре, либо она по дефолту уходит на пятерку, сейчас там чаще уже на четвертую позицию. Но, тем не менее, открываются Вингой. Урса, понятно, как ответ на Энчантрас, вполне себе логичный ответ. Знаешь, нельзя постоянно брать Виндрейнджер на first pick, потому что тебя Ирана любозно забанят, как респект бан, да, и все. И тебе нужны все стратегии свои перестраивать. Да, у них есть эта Верка, пусть банят, пусть банят, а мы возьмем что-то другое. Но ребята решают, что Вингейт урса отталкивается. Верка останется, она останется в пуле, ее можно там допикать, как раз-таки в миддл взять для Вихи потом. И на первую стадию, не знаю, мне кажется, этот герой сильно переоценен, если забирать именно на первый драфт. Да-да-да, здесь вообще, кстати, у Ньюби два последних бана, это конкретно, вот как ты верно заметил, респект бана. Один визаж для Вихи, другой — это Пангелье. Тава на последнее время очень много матчей играл на Пангельере, и винрейт достаточно серьезный. Даже несмотря на то, что на международной сцене Пайнгейминг имеет невысокий винрейт в целом, но матчи с Пангельером Пайнгейминг вытаскивают. Игра идет через Тава, и вот очень показательно, что Тава зачастую имеет даже нетворс выше, чем у Керри. В его руках Пангельера реально такой добротный, богатый персонаж, который может и инициировать, и драться. То есть знали Ньюби, с кем играют, и видно, что серьезно относятся к своему сопернику. Пару дней назад в Тава как раз общались на вот этом ужине, который там для игроков у нас в Валево организовывает, и он рассказал, да, что у них очень сильное волнение, понятное дело, что интернешнл, вот, но их и мизер успокаивает, и Виха говорит, что бояться не стоит, что все парни, все нормально, именно так, на моральную часть им плюсик дает, вот, поэтому, что у них есть заготовки, у них есть наработки, они очень усердно тренировались, поэтому будут стараться давать бой любому коллективу. Да, должны, должны. На самом деле, я думаю, что эта команда всех удивит, и команда, которая нестандартно мыслит, команда, от которой мало кто чего ожидает, она имеет так или иначе преимущество перед своими соперниками. Где-то кто-то придет расслабленный, даже несмотря на то, что это интернешнл, и, глядя, где-то панга какой-нибудь или визаж пройдет в драфт, и вы реально одним-двумя персонажами сможете через них стратегию строить, и даже таких грандов, как Ньюбин, оказывать. Ну, пока, пока не к соседям. В этой Доте можно вообще, на самом деле, любых героев брать, абсолютно любых, которых спелы, нюки, вообще весь пул можно использовать. Я год назад говорил на аналитике, что Дота рано или поздно придет к той стадии, когда мы вот играли примерно 10 лет назад, потому что играли этими даблами, играли даблами, и там абсолютно любой пул героев у тебя заходил. Просто тебе нужно нормально реализовывать. И здесь Дота дошла как раз-таки до этого момента, когда практически любой пул героев забирается. Он будет огромный. Да, здесь я смотрю и Урса, и Пугна. Два героя, которые хорошо против Enchantress смотрятся. Достаточно такой балансный герой в современной Доте, особенно в матчмейкинге. Очень часто этот герой соло стоит линию. Вот что действительно отходит от этой комбинации 2-1-2. Герой, который может самостоятельно даже поставить. Ну и Пугна и Урса, но и в ответ получает Никс Ассасина, который блестяще заходит против Пугны всегда. И Магнус для пейнгии. Наконец-то этот парень появился. Это самый, мне кажется, недооцененный герой вообще, который есть. Это герой, который... У него есть все. У него есть Хук Пуджа, у него есть баф для твоего керри, у него есть классный нюк и у него есть инстант-блэк-хоу. Это да, это да. Это да, и под Урсу на самом деле очень грозная комбинация. Если Урса хорошо разрядится под РП, то может реально и место мокрого не остаться. И такие персонажи, как Никс, там, как Энчантры, на самом деле такими тряпочками становятся для Урсы. Под нормальный под РП, под Эмпауэром, при БКБ собранном на Урсе. На самом деле пока не вижу ответов, как таковых. У Ньюби вот смотришь на их драфт и не видишь жира, вот жесткого жира. Шадо Шаман тонкий, Никс тонкий, Инча тоже тонкая. Да, у него есть там классные пассивки, есть классный хил, но это все равно очень тонкий персонаж с маленьким количеством хитпоинтов. Поэтому нужно какого-то парня с большим количеством ХП набирать, который шел бы вперед и потанковывал. Здесь просто они рассыпятся все, они от варда пугны просто рассыпятся. Вот вот жир появляется как раз. Да, с вектором. Кстати, очень любят Ньюби в последнее время Драгон Найта. Он у них, по-моему, из мидеров, если не ошибаюсь, самый популярный. ДК, да, винрейт там, конечно, кошмарный для команды, которая топ-2 на Инте брала. Там 40, по-моему, 42% или 43%. Но ДК очень часто залетал на последних турнирах. Ньюби прям никогда не стесняются его забирать. Может, тоже здесь где-то будем наблюдать что-либо подобное. Ну да, это герой для Муги появился. И с Трипл Си себе оставил героя напоследок. Как раз таки сейчас там с Вейтом пообщается. Ну да, ДК очень часто у них появлялся. Поэтому, я думаю, почему бы и нет. Хотя, мне кажется, им какого-то еще дизейбла не хватает все-таки. Один Shadow Shaman. Да, у них Саи Стан, но этим Станом нужно попасть еще хорошенько. Поэтому Shadow Shaman один на всю команду, суппорт. Трудно пока будет. Тамплор Ассасин банят. Тамплор Ассасин банят. Тамплор Ассасин. Пейнгейминг. Ну, я так понимаю, коров своих Пейнгейминг показали уже. Мы уже наблюдали как-то... Причем не как-то мы неоднократно... По крайней мере, я неоднократно наблюдал, как Урсу используют на четверку. Герой, который идет в сложную линию, помогает хардлейнеру. И особенно, если против него стоит милишный персонаж, Урса очень сильно жизнь портит. Очень хорошо он смотрится. Потому что Спектра, Shadow Shaman, Урса плюс один. Мы как раз-таки разберутся с этой двойкой героев очень легко. Ну да, я думаю, что... Не знаю, Венга, ну или Урса, кто у нас тут есть. Да Скайросмейдж же того же можно брать, на самом деле. Он и затыкает и Никса, и Shadow Shaman. Урса Скайросмейдж будет стоять на линии. Будет неплохо. Просто такая ситуация, знаешь, что реально по ингейминг могли, думаешь, показать всех трех коров на первые четыре пика и оставить пятый пик не такой, знаешь, не переворачивающую игру ни для корт-персонажа, а для саппорта. Вот это меня немного смущает. Мне кажется, суппорт должен быть. Не знаю, может, Пугну. Я думаю, Пугну в миддл пойдет. Сейчас посмотрим как раз-таки. Вот они решат от последнего пика Ньюби. Если там будет герой, который... Мне кажется, что-то из серии Лины может быть. Но Ньюби, посмотри, Ньюби Хускара забанит. Это кунка для... Да, Ньюби в итоге забанили Хускара. Все-таки Кора видит. Видит Кора что-то... Это баф. Мудряться. Это баф. Это кунка тоже толстый. Будет с армлетом плюс корабль. Это будет давать баф всей своей команде. Как раз-таки будет компенсировать то... Будет компенсировать нехватку по жизням этим бафом. Ну это да, да, да. Действительно уплотняется. Команда, ну что, последний-последний пик для бейнгейминг. Все-таки неужели его правда? Неужели правда они на пятый пик оставят себе саппорта? Ну Пугдон в миддл хорошо стоит. Потому что кунке он очень мешает мидде стоять. Постоянно приходишь, дикрепихай накидываешь, не даешь ему сделать этот удар неприятный. И добиваешь большое количество... Ну в общем Пугдон всегда хорошо стоит против таких героев. Ладно, будем смотреть. Ну давайте. Сколько время? Десять секунд призерного. Террорблейд. Прикинь, таки террорблейд. В итоге берется для HFN. Таки у нас Пугна саппорт. Да, и в итоге действительно Кингарди забирает себе Пугну. У Митава на Магнусе. Все равно получается достаточно мощно. Мощно это смотрится. И Пугнам по игре тоже не должен вываливаться. Может, опять же, увидели Никс Ассасина, подумали, что, знаешь, вроде Кор, у которого так много денег, которому отдаются опыты золота. Если тот же Никс будет его, например, контрить, ну это неприятно. Когда у вас один саппорт, например, будет издеваться над медлейнером. Я думаю... Ну мне нравится. Мне нравится пик пейнов. У них есть все именно над хорошей подпуш. Потому что есть и террорблейд, вот этот последний пик, который под Пугну, под Вар ты будешь ходить, да, и Тавараламатин тебе очень трудно будет напасть. У тебя будет, если на тебя все-таки пойдет атака там с кораблем и с полным раскастом от героев Ньюби, то там Магнус на подстраховке. Плюс Урса, который в перспективе может забирать очень быстро Дрошанов. Все под Ваншфул Спирит, как раз-таки от вот этого фокуса, который может по тебе пойти, всегда будет у тебя свап. Поэтому будем смотреть. У пейнов все неплохо. Пик классный, пик на исполнение. С этим пиком надо все четко делать. Тогда они эту игру могут спокойно, в принципе, забирать. Ну и Ньюби тоже, у тебя Спектра, Спектра всегда... Да-да, Спектра у нас практически не проигрывает. Это действительно неприятно. Террор Блейд тоже нечастое явление, по крайней мере, за сегодняшний игровой день в рамках данного турнира. Ну посмотрим, посмотрим, будет ли это, опять же, космический винрейт для Спектры, либо Пейнгейминг смогут удивить. Тут у Террор Блейд еще вот такие проблемки, как раз за счет иллюзии его, да, вот ему нужно сразу, наверное, выходить какой-то там антостайл быстрый, потому что когда он будет подходить к товарам, помимо вот этого фокуса, который могут дать под кунку, есть еще энчант у, соответственно, энчантрес, который может переманить иллюзию, и есть еще хекс, который инстант убивает еще одну иллюзию. Поэтому ты в большом количестве иллюзий там драться даже не сможешь. У тебя будет постоянно... Постоянно у тебя будет нехватка вот этого скилла. Ладно, смотрим. Расходится у нас герой по линиям. Спамчик прошел. Когда же нам дадут вот ключать? Тава уже бежит на чек, на топ-линию. Кингардей в смачке. Где-то хороший вардик ставит. Наверное, сейчас СОПС какой-то мощный поставит. Туда она вот показывает, даже кликает, куда он хочет его поставить, заблочить этот спаум. Кипи. Кипи, кипи. Ну, прячется. Пока прячется. Но могут встретиться. Неподалеку Муги есть, но Муги не выходят. Очень как-то так странно разошлись у нас. Мидеры два супорта пошли вниз. Кипи, оффлейнер пошел. Вот вардик ставить обратно возвращается. Но из-за своего хорошего моспида как раз он это делает, чтобы время не терять. И Муги на топе просто потерпливает. Ждет, наверное, эту руну будет отдавать. Скорее всего, даст. Прикольный принт такой на топе. От шейкера на земле. Десять. Что, спокойно без войн? Или все-таки за нижнюю руну драка будет? Ну, думаю, должны отходить. У нас здесь пейны, террорблейд и генга не должны справляться. Хотя, сейчас если двух героев увидят, могут и подраться. Но я думаю, нет, не будет рисковать, не будут тратить жизни. Муги на топе. Хочет побороться за руну, но ничего не получается. По две руны забирают у нас спокойно. И расходятся. А без стычек в итоге все оказалось. Ну и что у нас будет по линиям? У нас Никс Ассасин уходит. Уходит с нижнего лайна. Фейтвард еще нашел снизу. СС на кунке будет стоять сложную линию. Изменили немного местоположение ИКП на Энчантерс отправляется в центральный лайн. Вот тебе и подарок. Если стоять против Вики будет. Не испугались. Просто испугались кунку оставлять против Урса один на один. Потому что очень мало помощи всегда у нас в этой доте, когда 2-2, ты стоишь по флангам. И очень мало помощи в миде от суппортов. Поэтому, когда у тебя вот такие вот лайнапы Урса против кунки, ну кунка просто не сможет там стоять. Он будет без скрипов. А HFN сразу включает метаморфозис. Классическая схема. Попытаться кого-то размять. Может даже и убить под оглушение от Дастера. Но прячется по деревьям. СС близко не подходит. Фейт тоже стоит по удалю от HFN. Поэтому забрать его просто не получится. Ну что HFN? В итоге метаморфозис потрачен так в пустоту немного на линии. Хорошо, динайдом. По ласт хитить. Ну и отошли ньюби. Немного аккуратно играют. В принципе неплохо сейчас. Переждать и подойдет кунка уже будет Трэрблейду жизнь портить. На топе. Какао у нас с Маноберном. Пытается ману выжигать как раз таки с кунки. Кингерди. Запасно на самом деле так загуливает. Потому что сейчас открутится. Сейчас будут забирать. Сейчас на Кингерди будут нападать просто. Могли бы на самом деле дать попытаться по нему Даггер и Маноберн со стиков. И у него там очень много. Жизни вообще нету. Кингерди. Это могли бы забрать даже. Испугались. Кингерди под Эмпауэром стоит и сбивает Муги. Уникальная история. Пугна. Вообще очень часто этот герой берется все-таки на корпозиции. Нападение на Кингерди. На топе. Стан. Стан. А что дальше не бьет-то Муги? Муги, Муги. Могли бы убить. Вот на самом деле если выкусили, могли бы убить. Просто ешь Манго, делай Маноберн. Очень большое количество жизни было с этого Маноберна. Потому что Пугна. У него много интеллекта. А вот сейчас вот наоборот будет. Я думаю как-то действительно декрипифай. Муги, наверное, испугался. Кингерди все-таки там второго уровня был уже. И может боялся просто дальше идти. И слишком далеко зайти. Чтоб не огрести в этих деревьях. Поэтому аккуратно старается играть. Кейпи дабл демедж. Ну что у нас по лайнам в центре Виха. Переигрывает энчантрес. Но это мелочи. Кейпи, я думаю, свое сейчас возьмет. Еще двойного урона забрал на энче. Тоже достаточно комфортно. Стоит под своей вышкой, фармит. Виха. Герой, конечно, контрящий энчантрес. Это понятно. Но до энчи надо добраться. Для этого Кейпи на рейнже не подпускает сюда. Дабл демедж очень помог. Сейчас как раз. Перединает 17 на 3 у него уже. Неплохо. На топе у нас продолжение драки. Просто загнал Урсу в деревья этим дабл демеджем. Виха не бьет Кейпи. Просто не бьет. Не получается это сделать. И даже способности Виха вроде подрубает. Но Кейпи нормально держит дистанцию. Второй тач вал. Дает о себе знать. Просто тут надо именно хорошенько подденайть крипов. Потому что ты здесь энчантрес точно не убьешь. И фаррифайр есть еще. И хилл можно подрубить. Не получится. ФБшки где-то в других местах будут. Пока спокойно. Пока пассивно. Пока пытаются размениваться с ПХП. Выбивать регены. Все со стиками. Это очень трудно будет сделать. Когда 2 на 2 стоишь. Без какого-то жесткого стана. Вот сейчас опять кингерди. И 8 стиков есть. Попытка. Вот. Да. Вот он фейлсблат. Наконец-то сделали. Очень красиво все вышло. Стики еще съел. И здесь разменяли. Никса Асасина. Прекрасно понимает, что у него нету Карапаса. Да. Хорошо вообще поддикрипифай. Эта комбинация смотрится из шоквейва и бласта от кингерди. Но опять же с уровнем она слабее не становится. Ну понятно. Да. Под Карапасе это ты уже не дашь. Но второй уровень как они. Все о нем знают. Все о нем видели. Должны этот момент контролить. Хорошее начало для Пейн. Глобально по графикам они, конечно, не сильно ведут. Но, по крайней мере, золото свое забирает. В центре. Так, Трэрблейд отъехал внизу. Тем временем фейт исси. Ответка. Размяли его. Больно ты как. Сейчас поддаст. Дастер опасно играет. Реально. Оригена никакого нет у парня. Да, ему что-то надо сделать. Сейчас пойти. Ну, сейчас дождется, наверное, пятую минуту. И сходит на Шрайн. Может быть, как раз вместе с Урсой. Урс там нормально стоит. Да, на Шрайн, наверное, ждет. 30 секунд остается. Главное ему не умереть сейчас. А то сейчас попадет он под торрент какой-то из кустов. И один удар за Доппельгангер. И все, минус моментальный. Ну, отошел Шадоу Шаман. Это, в общем-то, немного успокоило Веншфул Спирит. Было понятно, что можно постоять. И Шадоу Шамана до этого размяли хорошо. Фейт без маны. Поэтому его не боялись. Фейт пока один скиллпойнт. Если обратишь внимание, ни во что не вкачал. У него Эзершок в два. И ни Хекс, ни Шейкл. Видимо, ситуативно будет пытаться прокачивать. Ждет. Какая? Третий уровень. И вот он стан на два взял. Должны это прекрасно понимать. Должны его тут. Давай, закидывай. Все. Просто его заспамят здесь. Какая? Руна еще себе заберет? Нет. Карапас надо было брать на третьем. Зачем этот стан второй не нужен? Ты же отпуганный можешь вообще спокойно уклоняться этим карапасиком. Да, реально, реально. Загулял немного. Второе убийство уже для Payne Gaming. Хотя сами потеряли Terrorblade. Это тоже неприятно. Вы вроде забираете саппорта. Да, ваш мейнкерри в итоге с одной смертью. Что там в центральной линии? KP 39 на 8 у него, 34 на 1. Тем временем у Вихи. Виха уже и в лес потихоньку отходит. Как раз с Дастером под Шрайн. Оттянулись в лес. Но стоит Enchantress. И по сути свободная линия для нее. Герой, который, я еще раз повторюсь, в пабликах очень часто используется в сложной линии. Потому что может стоять соло, получает много опыта, рано появляются импетусы, рано появляются уровни. Герой очень такой опасный, с фейсбутцами. Сейчас выгонят просто Урс отсюда. Минус 1, минус 2 делают. Ну да, вот они. Вот они ранние импетусы, вроде шестой уровень у Вихи. Ультимейт есть, но это так не работает. Ничего просто будет спамить постоянно. Хорошее решение на самом деле от Newbie. Да, решение отличное. Решение отличное, решение умное. Потому что, ну, смысл ставить реально кунку против Урса. Вообще милишника какого-либо ставит против Урса. Любого там съест, сожрет и уничтожит. Да, и не будем забывать, что кунка все-таки герой с хорошим ласт хитом. По идее, террорблейд, стоя против какого-то подвингой, террорблейд, стоя против какого-нибудь простого пассивного хардлейнера, наверное, имел бы гораздо выше крипстат. Кунка — герой, который умеет добивать, и свой урон с руки хороший имеет, и за счет айтбрингера там на автокасте умеет хорошо дынать своих крипов, где-то обденаивает террорблейда. Ну, не все так здорово. Ну и неплохо. На самом деле очень неплохо все для пейнтгейминг. Начинается примерно на уровне со спитрой. Идет террорблейд. Вообще, обратите внимание, игра по крипстату просто в шахматном порядке. Ну да, ровненько. Счет 2-1. На миде вот Товурок забирают под вот эти две катапульты. Виху утрился за дынаить. Это да. Да, золото вы, конечно, не получаете, но это говорит о доминировании. Реально Кейпи просто выжимает Виху отсюда. Дастер тем временем погибает внизу. За SC еще гонится. Иллюзия от Дастера. Но это уже глобально ни на что не влияет. Ну и под метаморфозу HFN врубил ее как раз под конец драки. Просто будет стоять фармить. Ответный фраг сделать не получится. И что делает Кейпи? Кейпи идет уже на Т2-вышку. Он загоняет Виху под Т3. Здрасте. Еще один импетус прилетает в Виху. Виха может погибнуть. Ультимейта нет. Урон ты получишь в полной мере. Аккуратнее надо Вихе действовать. Стягивать сюда суппортов. Потому что если суппорты сюда не придут, его выгонять-то точно нужно отсюда. То он просто будет седать на второй тауру. Это что-то из серии Бурдмазер получится какой-то. Но в лице Энчандрес. Поэтому его нужно отсюда выгнать. Нужно прогнать, чтобы он куда-то уходил. В курсе был какой-то спейсик. Поэтому Дастер сюда пришел. А это что значит? А это значит то, что снизу у нас Террорблэйд будет терпеть. И его нужно отправлять будет в лес. Или вообще с вапцилинием. Террорблэйд вот у нас как раз на топ идет. Он это и делает. Он уходит на топ. Все верно. Он уходит на топ. Сюда видимо кто-то будет перемещаться. Тава или... Ну скорее всего да, Тава надо будет отсюда уходить. Возможно увидим драку. Но у метаморфоза нету Террорблэйда. Драться не очень комфортно. И шестой уровень без Сандра. Разумеется. И поэтому как-то инициировать. Как-то начать агрессивно драку. Ну не просто будет. Пока грамотное решение на самом деле сделали у нас. Пейны прекрасно понимают. Что все у них не так круто. И вот этот Тауэр нужно забирать. Тауэр нужно забирать. И спейс как раз с этим Тауэром делать. Для своего коллектива. Отжимая вражеский лес чуть-чуть. Поэтому пока неплохо. Пока неплохо. Работчики работают. Этот Террблэйд еще Тауэр достается. Все круто. И все. И перемещается Тава сразу вниз. Здесь линия. Здесь пушат крипы. Можно фармить. Собирают вышку. Неплохой ответ. Причем свою пейнт гейминг. За дена или вышку. Вражескую забрали. Без возможности дена для врага. И Тауэр приходит. Знает где он находится. SC шестой уровень. Фейт тоже пятый. Дизейблэв уйма. Урона тоже много в Тауэр. У него половина хитпоинтов. И эта информация Ньюби обладает. Поэтому если может даже под следующую пачку крипов. Как-то Торрен дать на разведку. И попробовать Тауэр зацепить. Его можно будет забрать. Безусловно. Не думаю, что даже успеет кто-то помочь себе прилететь. Нет. Он не качает. Он рефлекшн. Ну что. У нас HFN. HFN пока стоит самостоятельно. Вижу, не боится. Он просто не боится. Седьмой уровень Террор Блейд. Статов в принципе достаточно. Так что для ультимейт. Ну вот. Вот он Тауэр. Вот он Магнус. Который решил на лоу хп постоять в деревьях. Как будто его не найдут через ультимейт Спектры. И Дастера тоже заберут. Будет минус два от команды Ньюби. Да, легко справляются. Легчайшие два фрага для Ньюби. Неплохой врыв. И можно все это закрепить с несенной вышкой. Т1 едва ли кто-то будет дефать. Трудно сейчас сделать. Шестый левел скоро Шадо Шаманы еще. А уже без вардов упали две вышки. Это уже неприятно. Просто с вардами сейчас еще на топ можно выдвинуться будет. Под Шадо Шаманы как раз таки. Вот уже эту жесткую энчантерс большого уровня. Который с барабанами будет. Да. Пока все неплохо для Ньюби. Очень неплохо. На Творске можно уже показать. Десятая минута. Как у нас распределяются места. Ну да, энчантерс, который мы видели. Который доминировал в миддл свой. Потом Кунка. И вот пару героев команды. Пейн. Все коры. Все коры. Да. Уже говорили, что ровненько стояли. Ровненько по крипам было. Ну и решили не отвечать внизу. Муги продолжает пушить. Тележка есть. Бьют. Тавер. Тавер Муги в принципе должен его забирать. Не похоже, что кто-то успевает сюда. Горди пешком там какие-то ползновения делал сюда. Но не получится. Ну и Муги в итоге забирает вышку. Да. Достается вышка в целом. Глобальная команда Ньюби Муги. Не сделал ласт хит. Но забрали. Забрали. И видно, что пейн просто зажимаются. Пока это еще энчантерс на охоту не выходило. Все жду момента, когда энча с барабанами. И с каким-нибудь волком, например, с которым она здесь ходила. Пойдет убивать соло любого героя. Это будет неприятно. Ну да, нужен волчонок. Нужны вот эти как раз варды уши от душемана, которые появились. И вот смачок. Гонгануть какого-то героя. Может быть двоих удастся. И под варды забрать какой-то тавер. Ну это самое, наверное, классическое решение будет. Которое можно делать под данную ситуацию. Идет смачок. Смачок, смачок. Кого ловить? Фаейт запалился. И еще вардец увидел. Сейчас будет моментально его забирать в хангарде. Не стал сразу ломать вар. Думал, может еще какой-то никс придет здесь с ультимейтом, нет. Никс уходит. А сверху HFN. Да, он с уровнем. С уровнем. И спектра здесь. Ага уже седьмого уровня все-таки. И СС успевает. Успевает использовать Сандер. Прокачал его. Но против троих в любом случае не выжить. Неподалеку был Магнус, но не успевает никак. Очень агрессивно. Стоял он очень нагло. А сами Юби после того, как делают фраг, решили еще и центральную линию поддавить. Но пейнт гейминг уже почти в полном составе. Здесь Вихо уже с Даггером. Даггер фейсбутс. И в общем-то любого героя можно цеплять. По большому счету, если будет поддержка, можно цеплять. Но Юби самовременно оттягивается. Юби на давление играет. Чувствуется нотка Саншенга. Потому что если ты вспомнишь Интернешнл, тот самый, 14-го года, да? Четвертый инт. То как там Юби играли? Они все игры там заканчивали за 15-20 минут. Как раз-таки при этом жестком давлении. Да, очень часто там просто в Медлине все заканчивалось. Я помню, когда падали Т1 вышки. Казалось, что все закончилось. Сурсу цепляют. Вкатывается Таву. Таву без РП. Таву без РП он даже не прокачивал. И его скилпоинт не тратил на эту способность. Кейпин начинает наваливать в спину Таву. Таву должны потерять. Ультимейт также от Спектры. Пошел Хаунд. Очень сильно страдает менеджер Фулл Спирит. Она погибнет. Кингер Ди старается улететь. И не улетает Кингер Ди. Добивает его. Фейт это делает. И еще один фраг уже на Террор Блейде. Минус 4 для команды Ньюби. Все нереально грамотно. И так как врывался Тава сюда без РП, не совсем понятно, что ты этим скьюером вообще хотел сказать. Да, где твой РП? Вот этот вопрос. На самом деле был бы РП, они там должны были дорогу выиграть. Двоих бы человек ловил бы. Сразу моментально их быстро вкуснули бы. Все зависело на самом деле от этого Магнуса. Фейт потратил варды, потратил их здесь как раз на спуске. Но надо было выигрывать драку. С вышкой вы справитесь рано или поздно. Либо героями это сделаете, либо варды откатятся, придете. Вот две тележки опять же под КП, под лечением от него, под тележками, которые он привозит дополнительно сюда. Вышка должна падать. Я не вижу пока персонажа, который может инициировать и отогнать отсюда команду соперника. Разве что Виха. Свап есть от Дастера. Зацепили энчантерс. Энчантерс сразу отправляется в Дикри Пифайн, но ничего по урону не вносят. И просто убивают пугну. Кингарди отправляется в таверну. Вышка есть. Еще один фраг есть. 10-2. Ньюби как-то налегке проходит. Очень налегке. Очень сильно отпустили корреспьют и предыдущий драк. И вот сейчас вот то, что тавераток быстро потеряли, очень много денег дают. И они отпускают спектру. Очень сильно отпускают спектру. Да и муги. Ранний вангард. Особо ничего не боится. Танковать в драке может. Мы говорили, и ты верно замечал, что героев надо все-таки достаточно плотных здесь, чтобы от прокастов не рассыпались. Муги по хитпоинтам все нормально. Даже с ПТ на ловкость. 1300 есть у парня. Урон блокируется. Все в порядке. Под бафом корабля тоже со спектр сильно ты ничего не сделаешь. Ну а сам кунка шадоу амулет себе планирует купить. И по-моему уже есть клеймор. Да, есть уже у ОСС. Клеймор будет скоро с шадоу блейд. По иному надо что-то придумывать. Потому что если будет играть такой пассивный дот, то они у спектрей, у энчантрес и у кунки... Они даже у спектрей под кункой, под кораблем кунки не выиграют. Попытка на поясной С-Трепл-Си. Да, КК вовремя предупредил ее. Корабль под ультимейтом. Урса высвапывает его Дастер. Дастер пожертвовал собой. Пытается еще драться. Один импетус по нему. Погибает Дастер. Что по кунке, что по Урсе точнее. Виха ушел. Виха смог уйти. Дагераут и как можно дальше отодвинулся. Но разменивать эту венгу она постоянно так будет спасать. Если посмотреть, у нее 848 хп. С двух ударов скоро убивать будет. С одного сплоша, наверное, кунки скоро умирать будет. Потому что кунки там уже Shadow Blade. Сейчас будет следующий артефакт. Следующий артефакт не будет БКБ. Но когда вот боевой артефакт появится, та венга, она точно не раскачается. За каких-то жестких пределов. Чтобы выдерживать это все. Он просто с удара будет умирать. Почему реально поползновения были от Pain Gaming? Это же Урса. Урса дайвил. Это Урса хотел забрать кунку. Но вовремя КК подошел и встретил всех под копом. Как раз двоих персонажей зацепил. Смогли остановить атаку. 11-2. Пока похоже на вытирание соперника. Похоже действительно на то, что это команда, которая знает, как играть на Инте. И неоднократно это показывала. Против команды, которая, мягко говоря, новичок. И немного из другой лиги. Но я думаю, может просто не раскачались, Pain не проснулись. Но пока все дается тяжело. Ну, соперник, конечно. Вроде там Ньюби, да. Не общим мнением, но такое бытует мнение, что Ньюби не в должной форме. Но это все, мне кажется, это глупости. Потому как команда не меняла состав. Команда продолжает участвовать во всех крупных турнирах. У команды цель номер один – это реально взять им. Все остальное Ньюби мало должно интересовать. И мотивация намного выше, чем у Pain Gaming. Команда, которая занимает второе место, официально считается командой, которая проиграла Интернешнл. Это понятно. Потому что ничего другое поражение не назовешь. Чтобы 18, ну, не заперло. А вот проиграть в финале Инта 0-3, вот это действительно проиграть Интернешнл. И наверняка Ньюби злые сюда приезжали. Кингардит зацепили, забирают его под Коп Торрент. Ну, уже все, уже на рельсы стали Ньюби. Да, Pain даже не дергались, прекрасно понимая, что они сейчас очень, вот очень пассивно играют. Им надо вроде какой-то тоже смачок завязать, реализовать даггер Магнуса, который появился. Попробовать, может, там на Рошана какого-то выйти. Потому что Ньюби, чем дальше, тем хуже. Они будут вот так к Творам подходить, там подведут три катапульты от Инчантраса, они просто и под Варды. Им даже не нужно будет подходить, чтобы Тауэр ломать. Они могут бесконтактный бой по Тауэру вести. Да, и очень крутые ранние драки. Просто под бафом корабля, под барабанами от Инчантрас, под каким-нибудь очередным волком, который Ауру даст. А Спектрана в безопасности фармит. Продолжает фармить и фармить, а Спектрует никто не трогает. Тебе вроде и с этими ребятами нужно справляться, останавливать эти пуши, которые постоянно происходят. И у тебя еще и на другом конце карты фармит Спектрау, который там в ближайшем будущем, в ближайшие минут 5, наверное, уже этот Радик будет, если не меньше. Ну это да, Радик. Еще одна неприятность. А это и Гангвард, и Радик, и Аквил, и Стики. Это очень много. По Нетворсу вот она уйдет там. Ну у нее хорошо все, очень хорошо. 7800. Вроде на линиях все так ровненько было для команд. Действительно никто не вырывался вперед. Ньюби контролит все. Вот эта катапульта, которая постоянно стоит на Рошане, не дает возможности сделать этот камбэк от Рошана, чтобы там быстро как-то неожиданно убить под Урсой. Все, полностью карту контролит. Спектра фармит, герои бегают четвером, ломаются товара под ультимейты, мы идем там и деремся. Пенни просто, у них какая-то ситуация. Они тут бегают по карте, как не знаю, вот, 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 что происходит. Просто в иллюзию, все скиллы, здравствуйте. Просто развод. Хорошо получилось. На Рошана можно выходить смело. Все грамотно, всех забафали, все были под импауэром, метаморфоз был включен. Все отлично. Да, да, переждать. Переждать окончание метаморфозы, РП нету, просто спокойно выйти на Рошана и забрать его. Можно не рисковать, можно... Не хотят ли сами, кстати, Рошана по комментарам варфозы? У вас все-таки Урса в драфте. Да, Урса без маски. Им надо рисковать, надо рисковать. Но они не готовы, просто не готовы. Кстати, обрати внимание на вардинг, вот, по ингейминг, как обильно они все-таки вардами обставили свой лес, вот, свой малый лес. Весь вижен, который есть, все сентри, все золото, которое тратит пятерка, это все, чтобы хоть как-то получить какую-то зону для фарма для своих героев. На топе. Зажимаются на своей половине карты. Муги, да, Муги отъезжает через Урсу. Наконец-то, какие-то движения пошли. Ну, сами девуардят, Ньюби. Поставили сентри, сломали один обсерв, который был от Пейн. Ну, пока спектр нет, боятся. Боятся нападать, уже 20 секунд остается. Ну, в принципе, в принципе, сейчас начнут бить Рошана. Давно надо бороться на него уже. В крайнем случае, да. Байбекаться, конечно, не хочется, но в крайнем случае, ну, за 20 секунд вряд ли сюда Пейн доберутся и начнут какую-то крутую драку без спектры. А спектра с хаунтов в любой момент прилетает. Да и РП 30 секунд. Тоже без РП не хочется драться. Тем более так, да. И Метаморфоз знают, что тоже потрачен. Ну, конечно, это не ситуация для того, чтобы бразильцы смогли что-либо сделать. Очень похоже на то, что это будет свободный Рошан. Просто ценой вардов потраченных. Это вообще не критично. Наверное, хотелось бы и спектре забрать Аегис. Она и заберет его. Не, не спектра, а из Нинча. Извиняюсь. Ну, Нинча, да. Да, все-таки Нинча. Да, спектра не надо. Она в драки не входит. Она потом. На следующем Рошане, да, ей Аегис уже будет неплохо. Да, я не знаю, сыр ей, наверное, будет неплохо. Все-таки Нинча, у которой тысячи жизней, пока она не собрала, не дособирала себе. Это Дрэгон Лэнс, из которого потом пика получится. Вот. У нее жизни пока нет. Пускай она с Аегисом. Потому что если моментально Урса напрыгнет, она его бьет за секунду и даже не успеешь ничего сделать. С КК видит, где находится HFN. Пропускает его. Сами ищут. Если здесь какая-либо поддержка, и в лоб, по идее, КП будет встречать. Ну, зажались. Зажались в деревья, сделали тэп-аут, отправил только иллюзию на линию HFN и улетел. Сам отсюда. Тава же стоит на позиции. Тава просто спрятался. У Тава еще в кулдауне телепорт, но он тоже наверняка покинет часть карты. Нет просто ни обзора, ни какой-либо информации касательно того, где кто находится. Опять же, мы говорим, Вижена особо на половине карты соперника у Payne Gaming нет, и вынужден и он отсюда улетать. И он, и HFN ищут более безопасную локацию для фарма. Но HFN решил выходить в БКБ. С него начинать драки, что достаточно трудно этому герою что-либо сделать. Слишком много контроля у Ньюби. Уже отмечали этот момент. И ему, и Урсе. В Существе Урсе, БКБ это мало кто что делает. Да никто в принципе ничего не делает. Ну да, Урса просто себя чувствует как король, поэтому нельзя давать этого момента, когда вот Террблей сейчас получит Блокенбар и Урса получит Блокенбар. Если они хороший выход сделают, они разнесут все. Поэтому вот от Спектра с Рейденсом нужно будет сейчас контратак какую-то делать, потому что вот идут эти выходы, а там запалил. Там Никс, все это запалил и минус Венгада. Остальным бежать надо. Да, Дастер зацепили, он просто счастлив. Пожалуйста, бейте меня, ребята. Разменял, да. И сразу же Смог. Сразу же Смог использовали Ньюби, причем Фейт и Эсси использовали Смог на двоих. Эсси сразу же бил Крипа, Фейт пошел первым. Зацепили Магнуса, попытаются его забрать. Команда не летит на помощь, с Магнусом прощаются, продают этого персонажа. Ну, надо выигрывать пространство, чтобы Урса был с БКБ, чтобы Террор Блейд тоже был с Бекингбаром. У Эчфена он уже есть, Урсе надо еще подфармить. 1600-1700 монет в Вихе. И тогда, наверное, есть смысл драться полноценно, драться 5 на 5 под РП, пытаться реализовать своих героев. Пока надо просто прятаться на своей половине карты. Ну и сами Ньюби вперед не идут. Все-таки Рейденс нужен для Муги. Пока еще подфарм. Они вот на этот верхний тавр потихонечку смещаются. Думаю, как раз они на него глаз положили. Последний внешний тавр, который есть. Его нужно забрать, хорошо обвардиться еще более глубже. Вот у них неплохие варды стоят такие. Кстати, у них опять на Саншенга обращаю внимание, как раз по его вардам он очень любил. Рассказать, да, где их ставить, чтобы их не сбивали. Варды реально хорошие стоят. Очень хорошие, подвижен их. Нестандартные. И тавр, да, под варды. Последний внешний падает. Драться не будут. Поспители бы. Один тавр против шести. И тот тавр первый, он был забран на какой-то, по-моему, минуте шестой или седьмой. КК подтянулся вниз. Кингер Ди пытался поймать, но собьет ему в любом случае телепорт. И подкоп не потратил КК. На самом деле отменил Пугна на ТП, просто чтобы увернуться от подкопа, КК его не тратил. Он выждал момент и смог в итоге зацепить. Пугна еще и Муги получает данный фраг. Ему уже летит Радианс, летит Рецепт. И в принципе в боевой готовности Муги. Что по Урсе, что по его БКБ. БКБ у Вихи еще совсем немного золота остается. Виха как раз таки палится на варде. Но Хаунд потрачен. В принципе драться, наверное, не хочется. И Никс тоже. Пока без ультимейта инициировать не с чего. Дарблейд уже есть. Уже есть, выходит в манту. Ну потом, наверное, какая-нибудь бабочка будет. Что-то или Скади. Скорее всего, Скади, наверное, лучше подсобрать. Атака. Выход. Прожимает у нас. Вот, 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 вот. Да, 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 да. Хорошо. И минус Кунка, и минус Уинча. И второй раз надо это делать. Сейчас может быть атака будет. Нет, атаки не будет. Спектрирование от ульты. Можно попробовать сыграть через Венгу. Венжи Фул Спирит. Она могла бы свапнуть. Но не понадобилось это делать. И так хватило всего. Пожалуйста. Вот вам и выход. Вот вам БКБ вовремя прожатые. И Террор Блейд смог урон должен внести по Энчантрас. И Урса после этой драки покупает себе Блэкинг Бар. Виха совсем другой персонаж сейчас будет. Сейчас очень приятный пауэр вешать на Террор Блейда, потому что у нее белого урона огромное количество. Вот. И как раз импауэр ему добавляет. Да, еще одна драка. Еще одна драка прыгает под вражеский шрайн Урса. Есть оглушение. Зацепили. К тому же и Фейта. Его забирают. Покапор. Фулс продолжает работать. Да, но сейчас он закончится, и поэтому будет отступать очень хорошо. Минус сколько? Три сделали. Плюс два тавера моментально. И смотрим на Датворсы. Всего лишь две тысячи у нас ведут. Не уби. Поэтому все круто. Блэкинг Бары сейчас будут решать. Да, там и Аэгис был выбит. Там был выбит Аэгис. Легко справились с Энчантрас. Дважды смогли убить этого персонажа. До сих пор нет Аэндиска у Энчи. Поэтому можно в нее дэмэдж вносить. Но нельзя останавливаться. Реально нельзя останавливаться. По энгейминг можно двигаться дальше. Пока нет ультимейта спектры. Я думаю, тайминги у них есть. Они об этом знают. Прекрасно. Как же Дастер сейчас старается на свою команду. У него ботинок, у него винлейс и максимальное количество вардов. Он хотя бы стики какие-то приобрел. Потому что все-таки жирок дают. Броссерочек все-таки можно подкупить. Но он все равно хочет играть через Транквилы. Нападение на Урсу. Есть блокинбар. Сейчас будет поджиматься блокинбар. Нет, корабль не стал пускать. Бедная венга. Но не все потратили. Ну так это здорово. Ты посмотри реально сколько всего делает Дастер полезного. Айвиха успевает даггер аут сделать из-под спектры. Минус ультойты. Да, Муги в итоге. Действительно, Муги не смог его зацепить. Вроде и Хаунд был прожат, но не сбили даггер Урси. Очень вовремя это сделал. Причем иллюзия появилась. Он успел секунду в секунду сделать даггер аут. Вот реально насколько полезен Дастер. Насколько он полезен. Насколько его смерти, его остановки врага, его вижен, его фейс-чек, который он делает. Как же много пространства он выигрывает для своих тиммейтов. И NetWars. Знаешь, вот это выражение от Соло, которое обещает стать классикой, я думаю, на ближайшие несколько лет. Что пятерка, которая с NetWars больше 2К, это плохая пятерка. Вот та ситуация. Есть сапог, все, достаточно. Все остальное на варде. Но все равно как-то нужно стараться находить фарм. Ну то, что ты будешь бегать, ты будешь бесполезным. Ну да. Ну а с другой стороны, посмотри. У вас Урса полигры нищий был, без БКБ драться не может. У вас Террорблейд тоже должен и лес выедать, и линии. И где бедной винге насобирать фарма. Вот, вот так, 154 голды. Это да, это уже неплохой заработок. С Triple C фармит у нас Алибарду. Скоро времени оно у него появится. Сейчас может встретить на самом деле вот так вот опять того Дастера, того самого. Не боятся уже Пейны. Вроде счет 2-17, ой, 6-17. 2К NetWars у нас впереди по золоту Ньюби, но Пейны не боятся, идут вперед. Да, так реально давали себе отчет. Было понятно, что с БКБ контроля как такового и нет. Вот реально его нет. Есть РП, но по одному персонажу. Персонаж неплохой. Кунка включает Блокинг Бар. Включает также неверимость. Свап есть. Вот Венш Фолл Спирит, Кунку стирает. Просветили до этого и пошли дальше. И опять варфон-форзис есть. Только-только включили. Майбэка нету. Есть БКБшки у коров. Прыгает дальше. Виха включает БКБ. Айндиск активируется. ОКП Виха отзонить. Пытается всю команду. Ломают и тревышку. У ИЧФ на лютый урон руками. Все ломать надо. Не надо бегать. Надо сломать сторону. Вас 30 секунд на все про все. Вас сейчас просто отвлекать будут. Пока Блокинг Бар работает, надо бить. А Венга еще без хаунта. Венга реально не может того импакта внести, которая должна это делать. Пока не доломали барак. Миличный барак попинали. Не доломали. Стоят иллюзии. Они не смогут доковырять. Но ИЧФ ну нельзя отсюда уходить. Реально на смарку будет половина вещей. Поймали. Еще одного героя смогли забрать Спектру. Спектра, которая только-только получила свой ультимейт. Отправляется в таверну. Кака тоже отправляется в таверну. Это минус 4. С учетом того, что Кунку до этого добрали. Еще и зафармят Варды. И КП единственный на базе остается. Сможет ли он в соло здесь дефать? Ну, Кунка появился. Да, смысла нет. Очень круто все сделали на самом деле. И 5 таву разобрали. И убили очень много персонажей. По-моему, у нас еще Никс после байбека. Два раза он умер. И ведут уже. Ведут уже и по золоту, и по опыту. Все круто. Рошан появляется. Очень важный Рошан. Это сырный Рошан. За него нужно бороться всеми силами. Ну, в общем-то, в общем-то. Под Рошана, конечно, у Ньюби все есть. Для того, чтобы подраться. Спектра появится. Появится хаунд. Можно будет хорошую драку провести. Метаморфозы еще не будет. Минуту. Тоже, я думаю, тайминги у Ньюби есть. Так что, наверное, где-то и Ньюби можно дерзнуть этого Рошана. Забрать. Просто врагу его, чтобы не отдавать. У Вихи очень мощная руна, на самом деле, под эту драку. Хасты. Как раз единственные вот эти дизейблы, которые могут там остановить. Это, ну, ментальный хекс. Если ты не хексанешь такую урсу до как раз включения хейст, то он тебе просто полкоманды разнесет. Будет под блокиндбаром, под хастами бегать. Очень жестко. Так-то, включил Shadow Blade. Чаще какой-нибудь дабл дэмэдж появится на верхней руне под Рошана. Всегда это происходит. Смотрим. Ну, частенько такое. Рошан появляется и дабл дэмэдж руна. Давай, ну-ка, дэдэ. Нет, иллюзия. Да, Октавио пытался кого-то вытащить. Думал, что, может, кого-то увидит и сможет привести к тиммейтам. Не получилось, Shadow Blade уже откатился. Но я, на самом деле, жду хорошего инициирования от Магнуса. Мы уже видели эти рпшки. Пускай я в одну цель, но цель важная. Кунка, который в итоге не дал баф своей команде. Спектра, которая, ну, мягко смотрится. Кунка очень важен. Да, герой, который без поддержки, ну, не совсем боец. То есть это не такой уж и уроноприемник, да, чтобы Terror Blade в пять иллюзий бил Спектру, а она в итоге выживала. Это непросто. Без Тараски, герой без манта стайла. У Муги не так много статов сейчас. Очень мало жизни. Нужен 20-й левел. Там ему сразу плюс 500 еще дадут, дастся. Поэтому пока у него, да, без Тараски. Тысяча сот жизней — это ничто. Да, да, действительно. Действительно, без дополнительных каких-то. Ну, и Vanguard. Он уже, мягко говоря, не работает. Сколько у Terror Blade урона. Но Vanguard это просто не чувствует. Ну что, у нас вокруг Roshana. Все вокруг Roshana. Roshana строится. Roshana. Roshana. Gaming. Ну, забирает его. Сейчас быстро будет забирать Урсу. Со следующим ускорением. Все, какая... А нечем входить. Быстро ты не успеваешь. Даггера у тебя нет. Ворваться сюда не можешь. Атака пошла. Никса точно надо забирать. Видит его же. Видит прекрасно. Отвозит его здесь. Уже нету Карапасов. Поднимается АВУ. Там нападение у нас... На Урсу. На Урсу нападение. Свапа. Дастра. Виха включает ультимейт и уходит. И у Вихи есть БКБ. У Вихи есть сыр. У Вихи есть БКБ. Виха издевается над иллюзией. HFN пошел вперед. HFN оцепляют в метаморфозе. У него есть Aegis. Не хотелось бы терять. Но его команда просто полдоль стоит. Не могут никак спасти HFN. А Виха готов рваться. Есть БКБ. Сыр съел. Сбивается Даггер. Моги достаточно грамотно действует. HFN без формы. Тава делает вид, что выдает РП. Прыгает Виха. Съедает под это дело на Спектру. И Тава выдает ультимейт в Enchantress. Enchantress тоже зацепили. KP должен отъезжать. Еще минус 3 для бразильского коллектива. Потраченный Варды. Потраченный Хаунд. Потраченный Корабль. Ну и, по-моему, одна из линий потрачена для команды. Байбеки есть. Байбеки есть. Ушел Террор Блейд. Он без метаморфозы. Поэтому, я думаю, вряд ли пойдут. Они еще больше зарабатывают. Вот эта критическая масса. Драки выигрывают. Можно, да, поломать Шрайны. Потому что верхний тавр уже упал у нас с Тир 3. Еще больше денежек заработать. Вражеские леса быстренько отформить. Прижать. Нюбек к базе. Да, кстати, вот, наверное, первый раз, когда мы сможем увидеть нормальные агрессивные варды вообще на вражеской половине карты. Вот, по ингейминг. Вот, продолжается эта тенденция. Они обставили с центряками всю свою половину карты. И вот этот скромненький вардик под прошлый заход поставили вверху. А так вражеский лес они не контролируют. Но сейчас сломали Шрайн после того, как Т3 сломали. И, по идее, можно уже занимать вражеский лес. Ломаешь нижний Шрайн. Подходы к вражескому ХГ вардишь. И зажимать юбе. Просто зажимать на базе. Урс и Аганим появляются. Сейчас кулдаун снизился до 17 секунд. Еще плюс он взял себе талант на плюс дополнительные полторы секунды. Длительности как раз этого ультимейта. Будет очень трудно сейчас его пробить. Его нужно моментально фокусить. КК пришел вниз в соло. Забрал Кингарди. Не критично. Для пейнтгейминга реально не критично. С учетом того, как сильно отрывается Террорблейд. Одну секунду. Я что-то себе там по Террорблейду даже какие-то пометочки делал касательно пейнтгейминга. По-моему, это у них слегка уникальный герой. Нет, нет, нет. Кстати, он у них в топ драфтов не входит. Но вот банят его достаточно часто. Они с ним прям не супер много играли. Выход на нижний тавер. Тир-1-то еще стоит. Виха здесь. Виха на месте. Виха с Аганим. Уже жестко вот таких выпадов не боится. Мягко говоря, вообще здесь ничего не боится. Аганим БКБ. Урса пошел за СС. Даже БКБ не прожимал. Есть подкоп. А вот так. На развороте начинает Виха наваливать по Кунке. Кунка рассыпается. Драка будет без него. Кейпи стоит. Сзади пытается помочь демеджем. Нет, не удается. И это Т1, и это наверняка Т2. Т2, 100% нужно отходить, потому что нет байбека. Нет байбека. Метаморфоза тока завязалась, и можно чуть ли не на Т3 выходить. Да, там будет глиф. Еще один. Наверное, на Т3 оставят. Да, будет попытка. Будет попытка. Будет чек байбека. Если байбека не будет, то они сейчас просто тут все снесут. Ты представляешь, какой байбек? Хаунта нету. Да, да, да. Нет хаунта. Спектра пытается центр пропушить. Т3 вышки крипов отправила, но это не критично. На самом деле не критично. Все еще есть форма, иллюзии, манта стайл. Там же Кингарди помогает. Да, есть свап от Дастера. Забирают фейта. Очень быстро. Как АП. Подкоп по двум персонажам. Достаточно неплохо. Муги. Взлетает ветра. Контроль от Муги. Ну, Муги пытается бить Рерблейда. Да, удастся забрать его. Отходить надо. Виха, Виха вынужден отходить. На байбек играется сильно. Кингарди умирает. Виха, наверное, тоже будет умирать. Последний у нас магнус остается. Его тоже здесь заберут. Хотя нельзя. Ему нельзя умирать. У него гем. Ему нужно выживать. Уходить. Все. Беги. Беги, Таво. Сохрани свой гем. Я жду Фейдрика. Мне кажется, Муги очень много поднял в этой драке. Да, Муги. Полторы тысячи золота поднял. Четыр тысячи урона. В целом, да. Для спектры комбэк-механика работает ультра круто. Герой, который нуждается в той же Тараске. Нуждается в дополнительных статах. Да, у него есть, безусловно, двадцатый уже. Но он не выбирал себе здоровье. Он выбирал себе спектрл даггер. Двадцать процентов замедления. Так что статов дополнительных героев просто не получил. И тут только от артефактов придется Муги шагать. Вот Тараска следующая должна быть, если, коль он такое взял. Вообще Тараска москайф. Но он бабочку себе решил кикбай положить. Странно, конечно. Но тоненького играет. Не знаю, вот это двадцать процентов замедления и ускорения. Ну, не знаю, пятьсот жизней, мне кажется, куда круче смотрится. Хочет бегать. Хочет быстро бегать. Бегай, бегай. В целом, да, в целом идет через, вот видишь, минус десять секунд кулдаун на даггер. Видимо, решил упороться все-таки по даггеру на Муги. Где-то сбивать даггеры. Мы сегодня уже неоднократно наблюдали такую спектру, которая постоянно спамит даггером, сбивает возможность блинка ноутса. Да, есть разные раскачки. Иногда вообще играют на лес без вангварда, без какого-то берут на десятом пять хелсергена, потом берут и даггер, чтобы быстрее фармить. Ну, без статов играют. Окей, разные, разные жесткие раскачки, кому как по душе. Ну, отбились, отбились, поймали на наглости команду Пейн, решили заходить на хэкграунд, решили долго там времени проводить, с учетом того, что КК, например, нормально инициирует в узком проходе, может и подкоп по двум, по трем персонажам дать, и спектра, нельзя никак сбрасывать с щитов. И ЧФН пошел фармить вражеских эншентов. Делает это под вражеским виженом. Вместе с Дастером проходят. Дастер ставит, центр ломает вард. Есть информация, что знает соперник, где они находятся. Кейпи опасно, в соло так выходит. Понимает прекрасно, что у него есть айон диск, но можно и доиграться. Нужно быть осторожнее. Ну, такая иллюзия Метеррор Блейдоломает Шрайн. Сами же Ньюби стараются не подходить, находятся в другой части карты. Рошан следующего ждутся на каких-то выходах, может быть, в смоках. Сейчас трудно кого-либо фокуснуть уже, потому что очень много форстафов, очень много айон дисков появилось. Свапов от Венгии у Урсы есть. Энрейдж агонимный. И на другой стороне абсолютно то же самое. И форстафы есть. И айон диски. Я, кстати, видел от HFN, знаешь, такой очень дерзкий, дерзкие такие попытки были. Он, когда они выиграли драку вверху, когда вот здесь в центре хорошо подрали, забросил себе сразу в квикбай даггер. То есть герой, который хотел еще и вместе с Магнусом, вместе с Вихой фронтлейном врываться. Но немного осадили. HFN решил пойти все-таки в статы, бабочка будет следующая. Вообще, очень много уже статов. Герой с реально крутыми статами, герой с реально хорошими показателями ХП брони. Персонаж, у которого уже есть скади, скади БКБ, бабочка будет с уворотами. Ну, не просто будет забирать HFN. Да, это ТБ, это жесткий ТБ. Что Спектра у нас возьмет на 25-м? Ну, 8% в дисперсии. Ну, смысл брать это, если ты не пошел в ХП. Вот, наверное, иллюзии 40%. Пожалуй, пожалуй, да. Коля, она такая у него. Необычная раскачка, я думаю, да, правый талант должен взять. Готовится стычка. Иллюзия отправляет Террор Блейд. Какая, я думаю, прекрасно все понимает. Это несложно понять. Забирает иллюзии KP. Сразу же Смоук разбивают и понимают примерно, откуда пришли эти иллюзии. Понимают, где находится враг Табо в невидимости с Гемом. Не будем забывать, у Магнуса есть Гем. Он привозит КАК своим тиммейтам. Это время Виха врывается на двух персонажей. Клэпет включает БКБ, готовы драться. Магнус уже очень сильно просел по здоровью. Забирает Венжи Фулл Спирит. Куча вардов, куча иллюзий. Потеряли Вингу. Магнус на лоу ХП вынужден отходить отсюда. Табо оттягивается немного подальше. Кингарди пытается спасти Террор Блейда. КАК копает по двум персонажам. Спектран забрать ее, попытаться. В итоге очень сильно пробивает Кункун, но не забирают Спектру. Муги бегает, наносит дэмэдж все глубже и глубже. Табо вкатывается и умирает от Радианса. И Спектра просто через этот даггер. Через эту скорость бега, которая добавляется ей под Спектрал даггером, в итоге размансила. Ай, варды, варды сбили! Вихи! Слушай, а вот ситуативно, если посмотреть, насколько же зарешало то, что Муги себя выиграл. Он просто сейчас увернулся от Скьюера, который должен был его хоронить. Они забирают гем, они делают драку 5 в 3. Очень комфортно для себя. Муги опять в очередную драку не погибает, при том, что они делают 5 фрагов. Ну и камбэк на этом персонаже, он очень реален. Спектра в лейтгейме, особенно та, которая в драках ультракилы делает. Начинается просто не очень. Магнус вывозит Никса, и герои с БКБ его не фокусят моментально. Он очень долго живет, и он очень много импакта в драку вносит. Потому что если он будет жить, он просто пару монобернов лепит по какой-нибудь там пугне, и на этом все закончится. Да, очень похоже на то, что просто не договариваются. Потому что когда Магнус привез Никса, его по идее, да, Урса должен стараться. Урса прыгала на Инчу просто. А Урса прыгает и бьет Инчу который раз. Там Мэндиск уже два раза реально срабатывает в последних двух драках. И ты разряжаешься в Инчантрес, она отходит. Все очень просто. Отходит, отлетает на пике. Урса хочется прыгнуть именно по кому-то, кто будет в РП. Там 2-3 человека. РП очень поздно кастуется. Понятное дело, там ультимейт, спектрей и так далее. Что выжидает у нас Магнус до конечного паузы. Ставит у нас кинверди. Может какие-то технические неполадочки. Все кунду, говорит. Ладно, ждем. Ну, пожалели, пожалели. На самом деле никого не видел. Таво, когда вкатывался в какая-то. Вот такой фраг на халяву. Сейчас я прыгну на даггере, прикачу и будем 4-5 начинать драку. Там я уже найду, где стать, где вкастовать РП. Но так не работает. Реально так не работает. Вы не убиваете быстро кунку, получаете корабль. Баф получает спектра. Спектра использует хаунд. Вы в принципе не можете уже использовать даггеры свои. Уже не врывается нормально Магнус. Уже нормально не врывается Виха. Потому что БКБ заканчивается. Это реально терпишь. И даггер сбивается постоянно. Как-то по ингеймингу такое ощущение, что вот то ли коммуникации не хватает, то ли просто теряются немного в драках. Ну а Ньюби, извините, с остальными нервами команды. Еще бы по ингеймингу бояться. Это опыт. Это опыт как раз вот этого лейт-гейма жесткого, где нужно принимать прям идеальные решения, чтобы победить. Потому что в лейте именно скилл команды показывается на 100%. Ньюби все-таки вице-чемпионы. Вице-чемпионы и чемпионы интернешнл. Муги используют хаунд. У него есть рефрешер шарт, поэтому можно использовать хаунд. Они видят пуг, но сбивают АН диск. Ему как же он раздержается маноберном. Как же больно становится бедному Кингер Ди под декрепифаем. Кингер Ди просто несчастный, страдает просто жутко. Фейд теряет его. Ньюби решили отступить. Ну и ничего по сути не потеряли. Забрали Рошана. Сыра, Егис и рефрешер шарт. Хаунд был потрачен, надо будет, будет новый. Дефать вы в любом случае можете. Изи можно изи дефать, потому что 30 секунд они явно продержатся. Но и плюс Shadow Shaman все-таки не играет такой роли жестко. Да, хороший дизейбл, но без Shadow Shaman 4 на 5 уже играть сможем. Качели. Не игра, а качели. Да, графики сейчас, если посмотреть, то действительно они то вверх, то вниз направляются. Решили идти по ингейминг. Решили поддавливать, но это только иллюзия. Там Айгис, там сейр, там рефрешер шарт, там очень все трудно. Там байбеков куча просто. Там байбеков только у инчи нет у байбека. Такие поползновения. Отправили иллюзии. Эти иллюзии приручает себе кейпи. Идет, толкает линию в обратную сторону. Неплохо поиграли. Нормально все. Ну и вроде как потерялись по ингейминг. По карте Ньюби. Неоднократно уже их наказали. В драках не погибает спектра, что очень важно. Она уже не так сильно, не так критично отстает от Трэрблейда. Ну и герой, у которого появится Эбисал Блейд в скором времени. Это в принципе контрит вот то, о чем мы с тобой говорили. Что в БКБ ты ничего не делаешь. Ни Трэрблейду, ни Урсе. И вот появляется контроль. Дополнительный контроль, который как раз таки сквозь БКБ наработает по Урсе. И уже спектра сможет диктовать условия. Пока все круто для Ньюби. Игровое преимущество явно на их стороне. Пока ровненько. Тут именно до одного хорошего замеса все это будет происходить. Либо РП там нормально закастуется как-то неожиданно. И там быстро всех убьют. Ну Урса с ТБ справится моментально. Либо очень хорошо Ньюби опять драки свои будет проводить именно в плане позиционки. КК выжидает. КК очень много работы делает на самом деле именно по вижену. По перемещениям команды Пейн. Все показывает, все рассказывает. И Ньюби от этого очень круто отталкиваются. Заход. КК. Минус КК. Ну так надо было делать. Да, если ты хочешь фокуснуть. А где фокус-то? Вот РП потратили. Где фокус? Вот и вопрос. Надо ли бы реально было так делать или нет? Побежали вперед. Потратили РП. Побежали вперед. В Геймер Кейп уходит Шадоу Шаман. И Вика его не видит. Гем был выбит. Или просто рядом Таба. Да, Таба просто рядом не было с Гемом. Поэтому не смогли Шадоу Шамана забрать. Гема нет вообще. Просто отпускает всех. У нас здесь Пейны. Нет, добились все-таки у нас Кунка. Айон Диск. HFN сам дерется. Таба не может помочь никак. HFN старается. Использовал Сандер. Сандер через секунду откатится. Но он не успевает его ни в кого вкастовать. Не получилось это сделать. Хотя и Сандер опять же с талантом. Вроде очень быстрый кулдаун. Ну как-то без команды дрались. Реально. Магнус дал РП в одного Никса Сассина. Его не зафокусили с КАС. Просто сумбур какой-то. Ты вроде РП нормально закастили. Хотели там Никса фокуснуть быстренько. Не получилось. Он вышел опять эти карапасы. Убежал еще. Много там дэмэджа нанес. Ну странно все. Очень странно. Как будто руки дрожат. А это всего лишь первая игра. Для пейна. Преимущество видно, что на стороне пейн пока еще. Но реально не критично. Чем дальше мы идем по игре, тем страшнее становится спектрауна. Она будет покупать себе Тараску. Да, вот она все-таки взяла на 25 левеле. Плюс 8% дисперсии. Сколько она там? 22, по-моему. 22 плюс 8. Ну как раз 30-очка ровно получается. Да, да, да. 30. Поэтому все качественно. Да, спектру будет сейчас очень трудно проверять. С этой бабочкой приходится тратить деньги на МКБ. Что одному, что другому персонажу. Как раз дэмэдж дилеру ТБ себе уже купил. Урса вот. У него в кудьбе лежит. Не хочется все-таки. Это дело вперед идут. У нас в нюбе не бояться. Есть. 20 секунд и так до хаунта. Еще плюс рефрешен шард есть, который еще до сих пор не завязал. Поэтому хотят здесь повоевать. И могут. Айгисты есть еще. Кейпи скучит. Сколько он там? Он должен падать там в ближайшее будущее. Но его наличие пугает сейчас. Как раз поэйнов они не хотят нападать. Муги через кунку, через крест. Отправляют его вперед. На самом деле реально вариативность есть. Тоджи рефрешен шард. При удачной драке проведенной, если ресурсов хватит. Так, поднимают пока Муги. Возвращают его сразу же на крест. Все очень просто. Прыгает Урса. И его поднимают в ветра. Все. И Урса еще и подкоп получает. Вынужден Виха использовать ультимейт, чтобы отойти. Сидел на кресте, был на торренте. Корабль летел в Виху. Потеряли миличный барак в центре. Барак упал. Дэбл Дэмэш на топе. Эггис пропадает. Да, как раз по таймингу отошли. Они стали до конца драться, потому что боялись, что не пропадут. Они в этот тайминг, тайминг Эггиса. И ответка. Ответка только без смока, без всего. Смочок-то есть. Смочок. Смочок, смочок. Нет смоков. Смоки только подходят по ходу. Нет, и там и Уинги тоже нет смоков. Просто идут на Вижн, которого нету. А куда конкретно? Можно узнать. По сути глобально ничего вообще Ньюби не потратили. Типа в лес найти кого-то. Ничего Ньюби вообще не потратили. Готовы драться. Подловить кого-то, как обычно. Разве что так. Разве что действительно так. У самих Пейнт Гейминг все имеется. Все ультимейты в наличии. Тамарфозис тоже имеется у Террор Блейда. Вроде и подраться хочется с одной стороны. А с другой стороны, ну очень неприятно драться против двух хаунтов. Совершенно неприятно. Все еще нет Тараски у Моги. Моги. Разводит на его диск. Моги. Смок и писал Блейд. Есть РП по двум персонажам. Но тут же получает Хекс. Магнус и Импетуса Метабу просто разрывают на куски. Он летает. Но по приземлению наверняка убьют этого героя. Смогли забрать Кингерди. Забрали Магнуса. Сегодня Ньюби уже надоело им, видимо, прощать. Команду Пейнгейминг. Байбакс сейчас придется. Скорее всего. Потому что сейчас вперед пойдут у нас Ньюби. И Спектра еще и Тараску себе может купить. Практически. И еще может с Хаунта прилететь. Рефреш и Шарда. Я думаю, так и будет. Конечно, старт игры Дастер. Очень приятно было наблюдать за тем, как он исполнялся. Сейчас я смотрю на Фейта. Даггер моментально. Не даггер, прошу прощения. Хекс выдается моментально. Варды не стесняется тратить в любой драке. То есть импакт свой максимально вносит. Именно на драке нацеленный. Не вот этот пуш, как мы предполагали. Через тележки, через кулдаун вардов будем ходить, ставить варды под вышками. Это в начале. Ну вот и в целом. Бывает и в лейтгейме тоже так работает. Вроде вы драку выиграли. Без вардов смогли ее выиграть. Поставили варды. Сломали одну сторону. Ушли. Или под варды подошли. Проводите драку. Варды ставите на хг. Мы, по-моему, на хг и рядом с вышками вардов вообще. Максимум одну-две пачки видели за всю игру. Ну да. В основном все это под драку используется. Рошан, драка, Рошан, драка. Сейчас скоро Рошан появится. 35 секунд-то у нас остается, пока мы узнаем, когда он появится. Сейчас добьют у нас здесь шрайн. Ну да, это будет, наверное, последний Рошан этой игры. Скорее всего, нюби должны его забирать. Они хотят на этом Рошане как раз плейнов укуривать. Поэтому сейчас никаких действий не будут предпринимать. Будут захотят, чтобы именно Payne с рампы слезли. И мы там давай подеремся под как раз Refresher Shard, который у Спектры до сих пор остался. А, и появится сейчас Рошан. Я думаю, что какой-то Aegis можно Спектре дать. Не лишним, наверное, будет. Два хаунта. Потом перекладываешь, используешь Refresher Shard. Используешь еще один хаунт. Он даже Тараску до сих пор не покупает, потому что если он умрет, вдруг как-то неожиданно, что он еще смог байбэкнуться и с этим Refresher Shard прилететь. Да, это так. Ну, опять же, а будет Рошан, можно и Тараску будет купить. Убивать две Спектры с Тараской, с двумя хаунтами. Ну, извините. Совсем непростое дело. Виха пока на хосте пробегает неподалеку от команды Ньюби. Сейчас будет миллион байбэков на этом Рошане. Кстати, по байбэкам. Их девять штук. Да, у Кургойси нет. Две минуты с лишним у него там остается. Дабл дэмэдж, вот он. Вот тот самый дабл дэмэдж под этого Рошана. До Рошана у нас 45 секунд. Какао же был здесь. Просто хотел своровать его. Это было бы очень вкусно для него. Конкретно обделить соперника. Фейт пошел в Глеммер Кейпи. Есть Хаунд. Пытается сбить всем даггеры, Спектра. Но пока просто выбивает здоровье и не позволяет нормально ворваться в драгу, контру инициировать. Где находится Магнус в это время. Магнус не может ворваться дать РП. Нормально забирают Террблейда. Забрали Террблейда, забрали Дастера. Побежали бить дальше. Поймали еще и Виху. Виха на подкопе, на торренте. Отправляется в таверну. И бедный Таво так и не выдал РП. Баш! 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 Да ладно. Нет, это да. Это все-таки заизал. Я думал с первого удара тут Баш. Как-то я бесал у нас Драхи, не уязал. Он так нагло шел. Я думаю, там реально прокнул Байбаш с первого удара. Или может ее за Алло просто рефрешем шардом как раз открутился. На всякий случай. Все мои винге тоже. Выбили три Байбека. По графикам просто уничтожили сейчас команду Пейн. Мы очень долго наблюдали качели. Графики были где-то в ноле. Достаточно близко. Но, если сейчас посмотреть, 14к после этой драки. Эта драка там и пару минут до этого. Вот этот буст, который получили Ньюби неоднократно. 8000 на руках у Муги. Алло. Что он вообще хочет купить? Бразилию? Присвоить себе команду Пейнгеймера? Собрал бы у нас Урса давно бы себе нулифайр и снимал бы эти дурацкие майонт-диски. Просто убивал бы людей. Он просто и Никсани может убить. Просто прыгаешь, кидаешь нулифайр, но у тебя ни Иул не работает, ни Айон Диск, ни Гост. И то же самое, абсолютно то же самое у Инчандерс. Ну, посмотри. У него вместо Иула пика и два вот этих артефакта. Гост и, соответственно, Айон Диск, и Урса вообще не работает. Он прыгает и назад бежит. И Нрейдж тратит. И не может драковать и второй раз, потому что он уже без Нрейджа. Поэтому чуть-чуть ошибка, мне кажется, от Вихи. Кипи близко. ККК. Купленный даггер прыгает на Виху, Виха включает энрейдж. С агонимом выходит из всех. Дизейблов. Муги готов сражаться. У Спектры, в принципе, есть Тараска. Можно просто пойти купить ее. Я смотрю, Спектра Рефрешер Шарт использовала, да? Да, да, да. Два раза был хаунд. Два раза хаунд был. Два раза как раз такой Тебесл был. Инчу смогли свапнуть. КП должны его избить. Заканчивается. КП все еще живет. Использовал хил. Клэпает Виха. И КП погибает. Погибает уже в конце. Табу использовал РП по двум персонажам. Эсси. Много урона получает он. Но Спектра живет. Муги в центре событий. Муги продолжает избивать Трэррблейда. У того Сандер будет через несколько секунд. Все, Сандер готов. А кого бить непонятно. Он получает баш, получает Абисал Блейд. И HFN должны зарезать. Смогли с ним справиться. Правда, сильно избивают Муги. Ультимейт сейчас Аспектры и будет. Как раз ждал он этого Байбека. Минус один. Держит здесь Урсу. Байбеков-то нету уже. Урса. Нет, не живет. Забирает его здесь. Ну да, все, это ГГ. Трэрблейд без Байбека, Урса без Байбека, Магнус без Байбека. Всего лишь два суппорта тут могут выкупиться. Это просто сейчас трон пойдет. Кунка выкупается. 10 Байбеков просто нет смысла смотреть. AC готов. AC тоже идет. Прекрасно понимаю, чем это все заканчивается. Ну вот он. Нажми статус Байбека. Вот он персонаж. Ноль. Ноль-ноль. Я видел. Байбека есть все, кто был. No-no-no-no-no-no-no. Да, тяжелая драка. Тяжелая карта, извиняюсь. С тяжелыми драками, с переворотами. Слушай, но Пейн все равно. Пейн бой давали. Не все так прямолинейно было в итоге. 54 минуты действительно такая ожесточенная карточка. Не все так просто для Ньюби, как против ТНС. Good game. AC фан выходит. Ну без коров, да. Очень расстраивает такие матчи проигрывать. Когда вот они ровно идут все-таки. Если ты даже проиграл за 15 минут, тебя не так сильно расстраивает матч, который ты проиграл в упорной бэтбе. Ну и комбинации. Будем откровенны. Мы не видели этих комбинаций. Не было такого, чтобы, да, действительно, РП-шка сопровождалась чем-то серьезным от Террорблейда или от Урсы. Айандиски решают, Госсцептр решает, Еулы решают. И реально вам этого дизейбла просто не хватает. Террорблейд не имеет возможности вносить урон. Урса не имеет возможности вносить урон нормально. Ну, по крайней мере, в коров, которые должны выживать. Муги ты не убиваешь за РП. Не хватает урона, чтобы забрать этого героя. Ну что ж, я думаю, мы можем, в общем-то, в принципе, подвести итог этой карты. Поговорить немного о статистике и плавно переходить на паузу. Как бы не было сложно в Спектре, да, как бы там не была бы линия относительно неприятной. Все-таки он стоял против спамящего постоянно Пугны, против Магнуса спамящего. Линия без смертей была. 4 на 4, 4 на 4 KP, 4 на 4 Муги. Все классно, все мощно. Показывает нам хайлайтики. В итоге, да. В итоге, конечно, хорошее начало для пейнтгейминга. Оно не провальное, безусловно. Команда уровень свой показала. Показала небольшие там наработки, что могут играть против таких грандов. Не знаю, я жду камбэка на самом деле на следующей карте. Просто поагрессивнее, поувереннее, потому что в мидгейме как будто приостановились и потеряли тот темп, который со старта задавали игроки по ингейминг. Ну, вообще должны, должны камбэкать. И мы будем надеяться, что на второй карте он произойдет, потому что реально они могут биться против Нюби и показывать неплохую доту для уровня Интернешнл как раз. Ну что, мы будем ходить на маленькую паузу.